Привет, мои хорошие! С вами Селена Свы. Сегодня я хочу снять для вас такое интересное видео, которое я снимала, может быть, лет 5 назад. Это видео о моих фаворитах. Фавориты, которые я забираю с собой в 2021 год. Да, не всё было ужасно в 2020 году. Я не стала даже это видео называть фавориты 2020 года, потому что о 2020 году, годе, хотят уже все забыть просто скорее. Поэтому это фавориты будут 2021 года, так как они мне служили верой и правдой. Мои находочки в 2020 году. Что я нашла? В общем, всё, что меня радовало в 2020 году, я сейчас вам хочу показать. Я, может быть, покажу не всё, но то, что первое пришло мне в голову, даже не первое, что пришло в голову, я составляла список реально. И то, что хочу вам поделиться, вот прямо сказать, что реально круто, чтобы вы попробовали. И, возможно, вам это тоже будет служить верой и правдой, как и мне, или порадует вас. Итак, давайте начнём первое. Это с книги, которую я наконец-таки прочитала в 2020 году. И это вот эта книга «Сапиенс Юваль Ной Харари. Краткая история человечества». Ещё у меня уже есть вторая книга «История будущего». Она поменьше чуть-чуть. Эта книга на меня произвела огромнейшее впечатление. И после того, как я её прочитала, я решила, что я должна всем её порекомендовать. И, наверное, это будет список самых читателей, книг, которые нужно прочитать. И не зря эта книга на самом деле и так находится в топе. Многие её рекомендуют. Я потом это увидела, узнала уже. А я, представляете, всё это время её не читала. Книга меня впечатлила по своему взгляду. С этой стороны, с такой точки зрения, я вообще не смотрела на человечество. Вот так, чтобы, знаете, в масштабе вот так вот взять, да, вот так раз-раз и со стороны прям вот так взглянуть. Какие-то вещи и факты, о которых я вообще не знала. То есть, как вообще... Ну, вот просто я не хочу красть впечатление и я не хочу вдаваться в какие-то подробности. Но я пару глав здесь просто ревела на взрыв, потому что это было очень для меня новое. И, наверное, неожиданно. Мы вроде бы, знаете, живём, пользуемся какими-то ресурсами, да. Совсем не догадываемся, через что прошли живые существа, через что прошли люди. Для того, чтобы было то, что сейчас мы имеем, чем пользуемся и, допустим, даже не задумываемся, как оно пришло. Какие-то воззрения, да, какие-то желания, которые сейчас мы имеем, как оно вообще пришло к нам в голову, как оно зародилось, почему, какие причины, истоки. Короче, это очень интересная книга, на самом деле. Я вам 100% рекомендую её почитать. Так вот давно меня ничего так не впечатляло. Я вообще человек, ну, достаточно впечатлительный, но что касается книг и фильмов, меня трудно впечатлить. То есть это действительно должно быть что-то такое глубокое, настоящее, понимаете, с глубиной нереальной. И вот эта книга, она такая является. Так что полный рекомендов, кто ещё не читал, читайте. А кто читал, можете высказать в комментариях своё мнение. Только осторожно, нас могут читать, и комментарии могут читать люди, которые ещё и не читали. Старайтесь не красть впечатления. Так, это у нас книга. Давайте сейчас пройдёмся по еде. По еде. Это лучшее вообще, что я нашла. Я перестала пить даже кофе, который я готовила раньше. Это кофе, девочки, да, вот такой вот кофе. Я разный кофе пробовала. И вот в Кантате я нашла вот такой кофе. Самый лучший из них, это растворимый кофе. Кофе изготовлен из 100% арабики. Аромат и вкус сохранён в каждой грануле, благодаря деликатной обработке. Здесь идут с разными они вкусами. Также есть и классические, без ароматов каких-либо, там два варианта. Но я таких не брала, мне вот именно понравились с добавлением. Вот кленовый сироп, там, да, манговый крем, ирландский крем. Но самый лучший из них, он у меня как раз закончился, я его уже беру, беру. Он очень быстро заканчивается, потому что он нравится всем. Это орех макадамии. Так что я рекомендую, вот если вы будете пробовать такой кофе в Кантате, да, захотите взять, то прям берите сразу первым орех макадамии, а потом всё остальное. Чтобы вы поняли, чем он мне понравился. А потом я тоже все вкусы начала брать. Ну, потом я, знаете, когда орех макадамии заканчивается, вот если сравнительно, да, то ты только орех хочешь. А когда орех заканчивается, и тебе просто кайф кофе, ты в любом случае какой-то из них пьёшь, и всё равно всё вкусно. Вот, стоит где-то, по-моему, 700 рублей. Одна такая баночка, здесь 50 грамм, но он достаточно крепкий, и я, например, его, ну, прям вот за утро полторы ложки только выпиваю. То есть в первый кофе я кладу покрепче, делаю одну ложку, а во второй кофе я уже кидаю пол ложки, потому что он реально такой, достаточно крепкий. Вот, такой же у них есть и натуральный кофе. Но этот кофе мне прям, знаете, вот прям бодрит меня на соевом молоке моём. Он прям меня бодрит, и этот аромат вкусный, да, и, ну, кайф. Мне очень нравится, и я прям не трачу сейчас время на то, чтобы варить кофе. Следующее, о чём я хочу сказать, это о костюме всё-таки, который я покупала в Зарине. На удивление, я вам показывала уже этот костюм. Вот, у меня такой серый, я их два купила. Сначала думала один сдать, точно не буду носить. Но это один из лучших костюмов, который я купила. Стоит всего лишь он 4 тысячи, потому что в других аналогичных магазинах будет стоить он дороже. Это самый недорогой, да. Отдельно продаётся низ, отдельно вверх. Можно подобрать, если у вас там разные размеры наверх и на низ, можно подобрать разные. Там ещё был даже цвет, то есть вот этот тёмно-бежевый, да, ещё там был светло-бежевый. Но я взяла тёмно-бежевый и серый. Думала, думала, что один из них отдать. Думаю, зачем мне два одинаковых костюма. Нет, они оба классные, они тёплые и обалденные. Не марки, не мнутся, а реально хороший костюм. Я вот здесь вот вставлю, да, как я в нём крутилась, если найду. Но я рекомендую вам обратить внимание на эти костюмы. Прям вот я их купила и таскаю, таскаю, таскаю. И выгляжу прекрасно всегда, да. И, как я люблю, быстро собрался и побежал по своим делам. И при этом выглядишь, блин, презентабельно. До новых встреч. Так, дальше, дальше. Мой фаворит. Но это мой фаворит уже не одного прошлого года. Это мой фаворит уже несколько лет. И я его сейчас здесь показываю. Ну, уже немножечко такая уставшая у меня, да, расчёска. Я его здесь показываю даже не больше с той целью, чтобы вам сказать, какая крутая расчёска. Как я её люблю, я её брала в фикс-прайсе. Но с тем, что в фикс-прайсе их уже не завозят. Я не знаю, где их купить, если кто-то увидит такую вот расчёсочку. Видите, она уже у меня тут скрипит. Устала, понимаете, сколько лет. Но это лучшая расчёска, которая у меня была. Я хочу такую купить оригинальную. Я так понимаю, что это же, наверное, закос под какой-то. Если кто-то увидит, узнает такую расчёску, пожалуйста, мне напишите, скажите, где вы видели такую расчёску. Я обязательно куплю. Если это будет не оригинальное, я их куплю сразу несколько, потому что они быстро выходят из строя, такие вот, ну, трещат, такие, знаете, уставшие. Если оригинальное, то вот я хочу оригинальную обязательно купить, чтобы она у меня была. Короче, расчёска супер-пупер. В фикс-прайсе их уже не продают. Всё, что продают в фикс-прайсе, я все расчёски пробую, мне ничего не подходит. Это мягкая, она мягкая, понимаете. Она не дерёт кожу головы, да. Мне очень не нравится, когда острые такие, не мягкие. Здесь, видите, я прям риска показывать не буду, потому что уже тут окрасились немножко эти волосинки у меня. Они прям мягкие, то есть они гладят голову, но при этом расчёсывают волосы, что удивительно, да. Очень крутая расчёска. Давайте украшения покажу мои фавориты. Случайно вообще, ну, то, чтобы случайно. Взяла уже, знаете, так, чтобы было. Это вот такие вот серёжки. А показываю я их в фаворитах, почему? Потому что эти серёжки, которые подходят по всём. Под всём. По всём. Это серебряные серёжки, и они с огранкой алмазной. Они очень круто блестят. Смотрите. Вот. Их очень легко одеть. Раз, два. Одеть, надеть, не суть важно. И серебро, как бы, это моё. Чаще всего у меня всё под серебро. У меня такие же похожие, по-моему, да. Есть золотые. Но всё-таки серебро, но всё-таки серебро, оно идёт лучше, больше под что подходит. И это серёжки вообще, как бы, на каждый день. То есть, если мне хочется... Понятно, что гвоздики, да, они на каждый день. Я там их не снимаю. Но если мне хочется выглядеть более-менее ярко, как-то акценты поставить, то эти серёжки, это первое, что я хватаю. И вот как только я их купила, им замены прям нет. Все остальные всё-таки какие-то серёжки акцентные, или маленькие, или не то. А вот эти, и именно за счёт этой огранки они так светятся, сверкают, переливаются, берут на себя всё-таки внимание. И как-то я такая сразу, как звезда мерцаю. В общем, очень классные. Так что обратите внимание. Они лёгенькие. Не помню, сколько стоили, но они недорогие. Вот. И при этом серебро, которое не будет темнеть, я надеюсь, да? Ну, в общем, пока не темнеет, сколько я ими пользуюсь. И они лёгенькие, в общем. И уши, да, не гноются там, не гноятся, ничего не происходит. Туалетная водичка. Не так давно, как давно, но может уже полгода прошло, я взяла себе набор, набор духов разных, с разными вкусами. И духи, о которых я сейчас буду говорить, это духи. Если я именно пшикаюсь, то обязательно в этот день мне кто-то скажет комплименты, спросит, чем же я надуханилась. Я всё время забываю это название, хочу вам сказать. Короче, это Бакарат 540. Да, когда я ими духанюсь, выхожу на улицу, необыкновенный такой, сладкий, сложно вообще не разбираюсь в духах в плане этих нот. Надо почитать вообще, как выглядит, потому что у меня вот такой вот, видите, пробничек. Здесь он очень такой, здесь 50% у меня, по-моему, масел, да. Такие терпкие, оставляют за собой шлейф, но прям вот, вот сколько помню, всегда спрашиваю, что, что у вас за аромат, можно спросить, пожалуйста, я Бакару, Бакара, что такое? Ну вот вижу здесь Бакарат 540. Вот я их на себе не ощущаю, я когда надуханюсь ими, да, то есть я какое-то время слышу, потом всё, я выхожу из дома, не слышу. И только когда обращают внимание, может, какие-то оглядываются, но когда уже непосредственно подходят и спрашивают, что у вас за аромат, такой аромат, и говорят, вы вроде здесь стоите, один аромат, а потом как-то двигаетесь, и вроде другой аромат, и он какой-то такой притягательный. Всем интересно. Мне нравится, как люди реагируют на этот аромат, и поэтому я себе хочу взять больше объём. У меня, видите, вот я им всё время брызгаюсь, у меня уже чуть-чуть осталось здесь. В общем, Бакарат 540. Так, дальше пойдём по косметическим средствам. Вот у меня закончилась. Это самая лучшая база, которая, из которых у меня есть. У меня все есть, но они какие-то жирноватые немного. Именно вот эта база, Make Up For Ever. Вообще, я помню, что я её брала, по-моему, для жирной кожи, да, но я её не использовала долго, потому что думала, она для жирной кожи, а у меня сухая кожа. Но потом думаю, блин, ну что, это не дешёвое средство, на самом деле. Я брала, когда на визажиста училась, да, и вот собирала себе такой кейс. Даже тогда мне говорили, что типа увлажнялка – это может быть любой крем. Нифига, блин. Нифига не любой крем. Любым кремом можно увлажнить и потом наносить какой-то макияж. Я сейчас поняла. Я наношу крем, а потом ещё увлажнялку, базу обязательно. И вот это ж я покупала всё. Вот она у меня стояла. Думаю, ладно, буду пользоваться. Но я обалдела. Отлично мне подходит, честно говоря. Оно прям, вот знаете, суфле какое-то, суфле, который ты вот так наносишь, и оно прям бархатится, и прям под твоими руками твоя кожа уже становится ровной. Поэтому неудивительно, что любой тональный крем на неё ложится прекрасно. Make Up For Ever. Если я найду какой-то хороший аналог, который вот так вот, да, то есть это не масло в основном, остальные все у меня увлажнялки, они масляные как будто, да, они впитываются, хорошо увлажняют кожу. Но вот здесь как будто не масло, а здесь какой-то прям бархат, блин, мусс. Вот что-то такое, реальный мусс какой-то. Ну всё, оно у меня закончилось. Единственное, что здесь неудобно, тем, что вот эта вот палочка, которой это и всё достаёшь, короче, она не достаёт всё, и я уже здесь доставала палочкой обычной, ватной палочкой, потому что она гнётся, и ты можешь пособираться. Там ещё очень много осталось, и оно просто неэкономно, если палочка оттуда не вытаскивает. Ну, потому что стекло. Было бы мягкое, можно было бы чуть-чуть повыдавливать. Короче, да, My Up For Ever вот такое вот классное средство. Обожаю, жалко, что закончилось. Так, теперь давайте за тональные средства я вам скажу. Мои фавориты вообще прошлого года, которые я унесу с собой в 21 год, это вот это средство, которое я заказывала. Одно я заказывала на Джун, одно заказывала на Алиэкспресс. Цены плюс-минус одинаковые, ссылки оставлю под видео. Обалденная. Выберите, главное, свой цвет. У меня цвет... А или он без цвета? Ой, он без цвета, да. Вот этот BB-крем, он идёт без определённого цвета. Но он идеально под мою кожу. Просто идеально. И, конечно же, вот такой. Вот этим я пользуюсь сейчас. Ну, вот я сначала вот этим пользовалась-пользовалась, потом случайно открыла Фаберлик, заказала. Я тоже люблю тональные средства Фаберлик, разные заказывать. Здесь SPF 15. Вот здесь, кстати, не знаю, есть ли это SPF 15. Здесь по-китайски, корейски написано, не знаю. А здесь SPF 15. Конечно же, я предпочту SPF 15 защищать свою кожу всегда перед выходом. И я раз попробовала, два обалдела. То есть, ну, прям вот они одинаково на уровне. Классно прям, я их люблю, понимаете. И вот прям вот уже... Хотя расходник хороший, не заканчивается ещё, даже тяжёленько здесь. Но каждый день, каждый день я использую. И я не так, чтобы прям чуть-чуть, да, накладываю. Я вот так вот раз, раз, выдавила два, два, два. Но что-то оно не заканчивается. Прекрасное средство, вот такое вот. Обратите внимание. Но здесь уже есть цвета. И здесь у меня 64,16, да. Или всё-таки тоже нет цветов. Какого-то прям конкретного... Конкретная цифра какой-то я не вижу. 64,16, возможно, это. Но это под мою... Под мой светлый цвет кожи отлично подходит. Так, дальше кисть. Я уже о ней говорила. Вот эта кисть я тоже её заказала. Одну на Алиэкспресс. У меня есть одна новая ещё, да. На всякий случай. Вдруг с этой что-нибудь случится, потеряла. И одну на Джум заказывала. Тоже ссылки вам оставлю. Обалденная кисть. Не ожидала. Просто, что я так её полюблю. Причём, когда я её тестировала, я такая говорю. Ну, нормально. Ну, нормально. А потом просто перешла со своей смешанной кисти на эту. Обалденно. Обалденно всё наносит. И плюс ещё вбивает. Отлично вбивает под глазами консилер, да. Чего не сделаем пальчиками. Так, ещё меня очень много спрашивали о моей помаде. Это помада Фоберлик. Да, это моя реальная находка. Причём я заказывала несколько таких помад. И даже бывало, думала, что я заказала новый цвет. Но на самом деле я заказала тоже цвет даже по цифрам. Сейчас в последний раз я заказала ещё одну, но они прям очень похожи. Очень похожи. Короче, вот такой цвет. Эта помада нравится многим, когда у меня видят её. Сейчас это у меня другой блеск на губах, не она. Но эта помада нравится многим, потому что она очень такая, знаете, натуральная. То есть она прям подчёркивает сочность твоих губ. Да, и как будто вот цвет усиливает цвет твоих губ. Не знаю, какой-то такой универсальный цвет. И даже новую помаду, которую я взяла, она немного темнее, прям чуточку темнее. Всё равно она делает тот же самый эффект. Это помада на магнитике. Я уже говорила, они на втором канале в распаковочке. Вот новая там. Обалденная помада, да. И вот кто спрашивает часто, когда вам нравится что-то на моих губах, это именно она. Вот такая натуральная, подчёркивающая помада. Так, ну и последнее, о чём я хочу сказать. Мой фаворит. Это вот такая закручиволка. И, по-моему, я и начала пользоваться именно в прошлом году. Это закручиволка для ресниц. До этого я никогда не пользовалась закручиволкой для ресниц. У меня Таня ей всегда пользовалась. Но я её как-то взяла, потому что она мне понравилась. Вот, она очень компактная. Её можно хранить вот так, да. Такая она, прикольненькая. И она у меня лежала. И тут я что-то начала ей пользоваться. Думаю, дай закручу. И удивлена была, как по-другому ложится тушь. Теперь вот никогда я не крашу ресницы без неё. Сначала я их подкручу. Просто вот засуну сюда реснички. Вот так вот нажала. Буквально там 3 секунды отпустила. И ресницы уже вот такие. Да. То есть уже эффект подкручивания от туши нам не нужен. И уже любую тушь можно прям усовершенствовать. Только вот одной этой подкручивалкой. Тоже я на неё оставлю ссылку. Он, по-моему, на Алиэкспресс заказывал. Ну, или на Джум. Не помню, для меня два одинаковых этих сайта. Всё, мои хорошие. Вот такие фавориты, которые я забираю с собой в 2021 год. Если вам понравилось это видео, то, в принципе, я могу обязательно снять ещё такие видео. Фавориты, например, да. Так, любитель книжек. Смотрите. Так, читаем. Читай. Читаю. Давай. Аж смешно, да? Ого. Вот так вот любит книжки почитать. Так, всё, мои хорошие. Если вам понравился формат такого видео, то я при возможности, как только у меня насобираются мои фавориты, новые какие-то, прям, которые бом-бомб, я бы с удовольствием сняла для вас видео и поделилась этими находками своими. Напишите, кто, может быть, из моих фаворитов, кто-то знает, тоже пользуется. Пишите в комментариях. Мне интересно. Разделяем мы одно удовольствие на двоих. Может, кто-то пьёт такой кофе, да, и понимает меня, что он нравится. Может быть, кто-то закручивает ресницы и без этого тоже никуда, да. У кого-то, я знаю, даже есть вот такая кисть, мне писали в комментариях. Ну и остальное. Всё, мои хорошие, я надеюсь, моё видео реально было полезным и интересным для вас. Если так, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Но впереди для вас много нового. Я жду девчонок в гости, чтобы снять для вас каких-нибудь интересных, развлекательных видосиков. Всё. Люблю, целую. Пока-пока. Дэн, я читаю. Ну вот и читай. Выглядывай там звук. Это число. Да. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.